Для того, чтобы найти наставника, его надо искать. Наставник — это не яблоки на базаре, которые надо найти. Его невозможно найти. Он приходит как награда. Это награда получит наставник за труд. Вообще, если говорить о наставнике, то всё вокруг для нас является наставником, потому что Бог присутствует во всём. Так, например, если вы с женой ругаетесь, она вам говорит только одну правду про вас. Она вам говорит правду, но в неправильной форме, потому что она не наставника, чтобы правильно говорить. Она говорит как может. Люди ругаются — это искреннее отношение. Почему они ругаются? Потому что они по-другому не могут строить эти искренние отношения. Их отношения пропитаны ложью. Они не могут честно, потому что говорить правду близкому человеку очень сложно. Для этого надо быть честным человеком. Стоять выше отношений, честность стоит выше отношений. Честность должна быть всегда выше. Ты должен всегда сказать правду, но как сказать с любовью? Если ты говоришь без любви, значит, ты разрушишь отношения. Правда может ими создать отношения и разрушить. Но если ты не занимаешься духовной практикой, любви в сердце не будет, потому что любовь приходит свыше. Это не то, что мы можем сами вот так раз схватить и иметь. Если есть отношения со старшими, есть любовь. Нет отношений со старшими — нет любви. Наставник приходит как награда. Даже можно свою жену увидеть как наставника. Это отношения с Богом. Можно почувствовать, что жена говорит мне правду. Один человек, его звали Биламангал Дхакура, это очень великий святой в индуизме. Очень великий святой. Его история жизни такова. Он проделал много трудностей, чтобы достичь одной красивой женщины. Она на самом деле была проституткой. И он в бурю, преодолев много препятствий, фактически пришел к ней домой. Когда она узнала, сколько он или как рисковал жизни ради нее, она ему сказала, что ты это для Бога делал, ты бы уже давно стал святым. Она ему так сказала, когда он пришел к ней. И в это время Бог открыл ему это знание. Он понял, что она права. Он не мешкая тут же ушел отрехся от мира. Это первый его наставник был, проститутка, к которому он стремился. Так как сердце к ней было очень близко, он услышал ее наставление. Даже несмотря на то, что она делала это в иронической форме. И он достиг совершенства в жизни. Когда он шел в святое место, так как у него была сильная привязанность к женской красоте, он увидел жену одного святого человека, она была очень красивой. И он подошел к этому святому человеку, говорит, разреши мне побыть наедине с твоей женой. Этот человек обладал духовным видением, он знал, что будет дальше. А жена у него была благочестива, полностью чиста. Чиста означает, не изменяла, не занималась глупостями, не думала плохо про мужа и так далее. И он сказал, пожалуйста, этот человек. И тогда этот святой человек, в будущем святой человек, он уединился с ней, она начала раздеваться при нем. И он, она была спиной к нему повернута, и он увидел заколку в ее волосах. И сказал, можно мне вашу заколку? Когда она ему дала, он ее выколол в себе глаза. Чтобы больше не видеть то, что ему мешает идти к Богу. И он достиг совершенства жизни. Но это не значит, что мы все должны сейчас повыкалываться глазом. Я просто к тому говорю, что есть такие люди, но мы не такие, у нас не столько решимости, у нас очень ее мало. Но на лекцию тут прийти и то проблема.